Кровь стынет в жилах от тех ужасов, которые нам почти каждый день пророчат. Астрономы предупреждают, что метеорит размером с полземли летит навстречу нашей планете и не спасется никто. Сейсмологи сообщают, что вот-вот проснется гигантский вулкан, чья огненная лава накроет человечество с головой, и тогда Америка исчезнет с лица Земли. Толкователи Нострадамуса и древних предсказателей пугают научно обоснованным апокалипсисом. Но где же правда? Чего нам, грешным жителям Земли, действительно стоит бояться, а какие страшилки пропускать мимо ушей? Чтобы ответить на этот вопрос, мы разложили по полочкам все угрозы человечества, отделили научные от антинаучных, страшные от смешных, реальные от потенциальных. И вот что у нас получилось. Сегодня в нашей программе вы увидите. Чужие. Что за существа создают вокруг Земли плотное кольцо из космической пыли? Это некие разумные субстанции, потому что часто они как бы зависают в раздумье, то есть они плавают, нарушая принцип силы тяжести. Разумная плазма. О чем говорит появление в небе странных огненных шаров? Это и изображение вулканов, те же самые. То есть это большие и большие катастрофы могут случиться. Подкрались. Какие объекты хозяйничают на нашем спутнике и кто населяет Луну? Это некое образование, которое состоит целиком из плазмы. Возможно, некий материальный объект находится внутри этого шара. На этих кадрах аномалия, которая поставила ученых в тупик. На видео, сделанном во время прямой трансляции с МКС, исследователи обнаружили гигантские яркие точки, которые движутся как будто по заранее спланированной траектории. Вот, убедитесь сами. Американский виртуальный археолог Глокнер Тайлер делает шокирующий вывод. Это не космический мусор или части станции, и даже непричудливые блики. Тайлор утверждает, если запустить видео в замедленном режиме, можно увидеть, что эти огни объемные и буквально окружают станцию. Вы помните, что мы опубликовали видео ранее, и вот уже новая запись. Дискообразный объект. Посмотрите. Хотя он мог бы быть и треугольным, и круглым. Вот здесь это похоже на сигару. Вроде изогнутый объект в форме сигары. И вот еще один. Но если это не космический мусор, тогда что? Корабли неизвестной цивилизации? Блуждающие звезды? Сенсационную гипотезу выдвигает кандидат технических наук Павел Сверидов. Эти объекты – четвертое состояние вещества. Космическая плазма. Разумный организм, который, возможно, несет угрозу Земле. Это некие разумные субстанции, потому что часто они как бы зависают в раздумье. То есть они плавают, нарушая принцип силы тяжести, левитируют. Но люди говорят, что это их ветер. Но потом они вдруг могут замереть перед каким-то объектом, которым нравится. Потом они могут двигаться наоборот. Потом они занимаются как бы исследованием чего-то. То, что за работой астронавтов действительно кто-то постоянно наблюдает, исследователи заметили, еще изучив и вот эти кадры, снятые на МКС ранее. Вот, посмотрите. За иллюминаторами видна странная объемная структура вытянутой формы. Нечто подобное можно увидеть и на этих кадрах во время прямой трансляции с участием астронавта Саманты Кристофоретти. И вот другое видео. Аномальный голубой объект попал в кадр во время прямой трансляции, когда МКС находилась над южным полушарием. Это некие оформленные энергетические субстанции, которые живут, развиваются по своим законам. Часто эти языки плазмы отрываются и направляются в свои путешествия. Звучит слишком невероятно, если бы не вот эти кадры, опубликованные НАСА и взорвавшие интернет. Некая огненная структура приближается к Солнцу и вытягивает из него солнечное вещество. Складывается впечатление, что этот объект разумный, делают вывод исследователи. Невероятно, но нечто подобное можно увидеть и на других записях, сделанных космической солнечной обсерваторией СОПРА. И вот одна из них. Неизвестный объект приближается к Солнцу и будто бы заправляется от него. Периодически подлетают какие-то сферы, которые завязываются энергетическими каналами или канатами с Солнцем, как бы подзаряжаясь, подпитывая, или наоборот, сообщая ему какие-то необходимые функции, информацию или элементы. Говорит о том, что мы являемся свидетелями работы одного единого организма, который в первооснове имеет некую плазменную форму. Более того, такие объекты ученые фиксируют не только вблизи Солнца и МКС, но и возле Луны, Марса и даже в поле Земли. Вот посмотрите на эти кадры. Не так давно подобные объемные светящиеся точки будто бы прилунились на поверхность нашего спутника. Не так давно ученые обнаружили, что вот такие плазменные шары все чаще появляются вблизи космического мусора, комет и метеоритов, и даже в атмосфере Земли. Проследив за траекторией движения этих объектов, американские астрофизики пришли к ошеломляющему выводу. Эти существа собирают вокруг нашей планеты плотное кольцо из пыли, кометного вещества и всевозможных космических глыб. Ученые до сих пор не могут найти этому разумное объяснение. Но удивительным образом информация об этом явлении содержится в одной из древних книг. Послании пророка Мухаммеда, где упоминается как одно из знамений конца света. Невероятно, но ученые не отрицают, что космическая пыль, окружив Землю, рано или поздно может затмить солнечный свет. В этом случае Землю окутает тьма, а на поверхность планеты будут выпадать тонны космической пыли. Люди буквально начнут задыхаться от космического смога. Если будет фатальное загрязнение, то, конечно, человеку ничего не останется делать, как надеть скафандры. Если мы будем дышать таким воздухом, который приводит к быстрой гибели, если будем есть такие продукты, которые отравляют человека, то это дополнительные расходы энергии у человечества, это дополнительная опасность, дополнительная гибель многих людей, которые отравятся воздухом или пищей. Кардинально изменится и климат. Наступит новый ледниковый период, уверяют ученые. Температура практически мгновенно опустится до минус 50 градусов. В первую же ледниковую зиму холод погубят миллионы англичан и финнов, немцев и поляков, жителей Северной и Центральной России, Белоруссии, Урала, северных штатов США. Кто не погибнет от мороза, умрет от голода. После аномальной зимы придет холодное, снежно-дождливое лето, которое обернется неурожаями. Более того, ученые уверяют, что процесс уже начался. Количество освещения Солнца Землей уменьшается во много раз. И начинаются так называемые ледниковые периоды. Вот откуда получается вот это сильное охлаждение на протяжении нескольких тысяч лет. Вот именно вот туман и пыль окружает Солнечную систему. Ну и получается вот такой эффект. И в это легко верится, глядя на эти кадры. Вот, посмотрите. Это лето 2017 года. Снег в перемешку с градом. Вообще, жесть! Я такого не видел. Разроси меня гром, такого еще я не видывал. Это ужас какой-то. На Санкт-Петербург в июле обрушился аномальный град размером с вишню. И снег, которого хватило на кашу под ногами, и где-то даже на небольшие сугробы. Мир сошел с ума! Петерушечка! Петерушечка! Что ты творишь еще с нами? При этом парадокс в том, что на улице было плюс 20 градусов. А это Москва. И тут тоже загребали лопатами снег. Аномальные ледяные глыбы падали с неба и в Брянске. Город Брянск. Пятый орлик. Вот такой град. Спичный коробок. Возьми. Возьми спичный коробок. Вот спичный коробок. Градины достигают вот такого размера. Вот это да! А дуреть! Я с машины по бабею дую. Вообще с куриным яйцом! Ё-моё! Вот такие градины! Неужели жуткому апокалиптическому сценарию суждено сбыться? Российские астрофизики уверяют, не в ближайшее время. Космические каменные глыбы действительно окутывают Землю, образуя плотное кольцо. Но этот процесс может растянуться на многие тысячелетия. Тогда как американские астрофизики обращают внимание на другую угрозу, которую несет Земле космическая плазма. Они уверяют, разновидность этой разумной материи по всей видимости присутствует и под нашими ногами, глубоко под землей. И она способна провоцировать землетрясение. В частности, в Московской области, в районе Зеленограда существует такой разлом, а также в районе Хапра Воронежской области, где постоянно существуют выходы плазмы на поверхность. Даже сам вот этот вечерний туман, который вдруг появляется в определенные часы, в определенных местностях, и он, вот тот, кто наблюдал за появлением тумана, возникает ощущение, что это живая субстанция. Если вы желаете составить собственное мнение об истории древнего мира, уже знаете, что думает по этому поводу официальная наука, и вам не хватает других точек зрения, эта книга специальна для вас. Запретная история древнего мира. В ней мы собрали самые интересные факты, версии и гипотезы, которые не во всем вписываются в классические представления о древнем мире. Более подробную информацию на эту тему можно получить здесь. Внеземная угроза. Чего от нас хотят и зачем провоцируют земные катастрофы? Эти сгустки плазмы начинают деформировать магнитное поле Земли, часто порождая такие явления, как землетрясение, цунами, тайфуны. Странная аномалия. На каких территориях восходит второе солнце и чем это грозит нам? Это вот, смотрите, первое солнце. Вот здесь. А что, черт возьми, это? Еще раз. Солнце. А это что? В 2017 году геофизики проводили исследования в зоне разлома, проходящего на берегу Генуэзского залива. Использовали высокоточные геофизические приборы, способные фиксировать малейшие изменения в магнитном и радиационном полях. Применение приборов позволило открыть совершенно новый, невидимый мир, существующий параллельно с нашим. На фотопленке проявлялись объекты иной природы. Вот они. Посмотрите. Некие плазменные фантомы. Реальность их существования подтверждалась в том числе изменениями показаний геофизического оборудования. Результат исследования шокировал. Ученые выяснили, что эти загадочные структуры плазмоиды способны провоцировать стихийные бедствия, ураганы, землетрясения, аномальные изменения погоды. Эти сгустки плазмы начинают деформировать магнитное поле Земли, они начинают вызывать северное сияние, они начинают распространяться по линиям магнитного поля Земли и начинают появляться в разных местах, часто порождая такие явления, как землетрясение, цунами, тайфуны, вот какие-то свечения, даже влияя на жизнь людей, провоцируя некие аварии, катастрофы, техногенные катастрофы. Звучит невероятно, если бы не одно но. Метеорологические спутники НАСА в режиме реального времени, осуществлявшие наблюдения за ураганом Харви, который бушевал в Техасе в августе 2017 года, запечатлели нечто странное. В штормовом вихре притаился светящийся шар. Вот он, присмотритесь. Некоторые эксперты всерьез полагают, что этот объект и был тем самым фактором, который спровоцировал необыкновенно мощный шторм, обрушившийся на американский Техас. Ведь этот ураган ознаменовался не только небывалой мощностью, но и действительно аномальным поведением. Например, ученых поставило в тупик его резко возросшая мощь. Этому факту климатологи так и не сумели найти разумного объяснения. Более того, вот такое странное видео не так давно сняли очевидцы на территории США. Сначала в небе появились огненные шары, а затем произошло это. Облака стали закручиваться в разные стороны, образуя жуткие объемные структуры. Невероятно! Просто потрясающе! Иногда этот шар становится эллипсом, и что за природа этого свечения, мы пока объяснить не можем. То есть мы называем эти шары обычно плазмоидами. Это некое образование, которое состоит целиком из плазмы. Возможно, некий материальный объект находится внутри этого шара. А не так давно странное событие произошло в районе мексиканского вулкана Истаксиуатль. Веб-камера, установленная с видом на вулкан, зафиксировала появление из его жерла синего светящегося шара. Этот вулкан считается потухшим. Хотя при просмотре архива веб-камеры можно увидеть, что из кратера вулкана периодически вырываются клубы дыма. А рядом, посмотрите, все те же синие огненные структуры. Но и это еще не все. Некоторые эксперты убеждены, что эти плазмоиды питаются энергией, как природной, земной, так и искусственной, полученной человеком. Чаще всего такие шары плазмоиды видят над атомными электростанциями, над военными учениями, военными базами. То есть их привлекают техногенные объекты высокой энергетичности. Там, где есть опасность чего-либо нарушения, возможно, они ведут контроль. Посмотрите на это видео. Яркие круглообъемные объекты кружат в небе над территорией Японии. Съемка была сделана спустя несколько дней после аварии на АЭС Фукусима-1 в 2011 году. Пять светящихся сфер будто бы наблюдали с высоты за территорией атомной станции. Яркие шары двигались медленно и хаотично. При этом, как по команде, они периодически загорались более ярким светом и также быстро гасли. Более того, точно такие же объекты появлялись над территорией атомной электростанции за несколько дней до землетрясения. Совпадение ли это? Российские исследователи убеждены в обратном. По их гипотезе, именно эти светящиеся объекты могли вызвать локальное землетрясение, спровоцировав подвижки земной коры. Имеются случаи, когда были, допустим, на военной базе Великобритании в конце 50-х годов было ложное срабатывание тревоги о ракетном нападении страны Советского Союза. И базу привели в боевую готовность номер один, и вот-вот мог бы произойти пуск ракет. В этот момент появляются над базой красные шары, плазмоиды, которые деактивируют головные части всех этих ракет и фактически выключают вот эту тревогу. После этого все военные задумались, а кто управляет этими ракетами. То есть де-факто получается, что ключ на старт находится не у них. Согласно одной из гипотез, космическая плазма излучает сильнейшее магнитное поле. Оно сталкивается с магнитным полем Земли, и в этот момент атмосфера получает аномальный электрический заряд. Столкновение магнитных полей порождает вибрации, которые передаются земной коре. Из-за этого к поверхности Земли поднимается магма, начинается землетрясение. То, что НЛО представляет собой некий плазмоид, который имеет собственное электромагнитное поле, то это действительно как раз то, что взаимодействует с собственным магнитным полем Земли. То есть они фактически скользят по линиям магнитным полем Земли, и переходя с одной линии на другую, они могут мгновенно перемещаться или менять направление движения. Пытаются эти существа выйти с нами на связь или просто питаются энергией вблизи крупных объектов с большим количеством электроники? Ответа нет. При этом ученые разных стран пытаются создать в лаборатории шаровую молнию, но до сих пор не знают, с чем именно имеют дело. Быть может, это вещество таит в себе небывалую угрозу? И что, если подобные опыты обернутся глобальной катастрофой? СОЛНИЦИИ Посмотрите на эти шокирующие кадры, снятые в США в июне 2017 года. На них сразу два солнца. При этом оба объекта настолько четкие, что назвать это оптической иллюзией или гало, язык не поворачивается. Это вот, смотрите, первое солнце, вот здесь. А что, черт возьми, это? Еще раз, солнце. А это что? Невероятно, но в последнее время очевидцы в разных уголках Земли наблюдают необъяснимую аномалию. На небосводе видны сразу два солнца. Вот, убедитесь сами. Это видео снятое в Эстонии. И вот кадры, сделанные в апреле 2017 года вблизи Мексики. И нечто совсем странное в Нью-Йорке и во Флориде. Это видео записала Мелисса Хаффман. Она описывала объект как очень четкий, называя отдельным небесным телом. Вот, посмотрите. Сейчас сентябрь, я здесь. И как вы можете видеть, действительно, видна очень четкая планета или светило, которое находится справа, к северу от Солнца. И надо сказать, что Луна находится прямо здесь, напротив. Поскольку всех нас учили в школе, что Меркурий и Венера не видны, просто посмотрите на этот сияющий объект. Что тогда это? В социальных сетях сотни таких видеозаписей. Очевидцы уверены, второе Солнце реальный объект, который приближается к Земле. Однако у официальной науки есть своя версия. Якобы феномен не что иное, как оптическая иллюзия. Результат преломления солнечного света в частицах льда. Но если это действительно так, тогда почему второе Солнце отчетливо видно даже летом? Быть может потому, что холод сохраняется в самой атмосфере? Возможно, на этом предположении можно было бы поставить точку, если бы не одно но. Не так давно астроном Пол Кокс сделал шокирующее заявление. Во время трансляции о наблюдении за Меркурием Пол Кокс в прямом эфире признался, что второе Солнце это не галлюцинация. Светило существует, это тщательно скрывается официальной наукой НАСА. Вот это запись, послушайте. С этого момента и вы можете видеть светило слева и тут же справа. Теперь вы можете спрашивать себя, что это такое? Что это за большой круглый шар? Справа от Солнца вот такое, как второе Солнце. Ученый признается, это светило гигантский объект, который приближается к Земле. Удивительно и то, что подобный сценарий развития событий описан в древнем послании, так называемой Вечной книге. Астрологом-предсказателем Ранью Нерру. Согласно древней рукописи, начало конца ознаменуется появлением на небе второго Солнца. Но что это означает? Неужели грядет апокалипсис? Катастрофа близко. Что сулит нам солнечная аномалия 2017? Земля будет полностью сожжена с Солнцем. Шанс на спасение. Как будут выживать земляне? Будущее очень мрачное. Природа дикая будет полностью выдавлена и все будет искусственно. Планета Х. Кто сдвигает земную ось? Если Земля поменяет свою орбиту, то океан может перернуться с другой стороны и залить всю сушу. А ведь и с нашим Солнцем творится что-то неладное. 6 сентября 2017 года с промежутком всего в три часа оно полыхнуло двумя мощными супер вспышками максимального девятого класса Х. Подобного ученые и не помнят. Ведь долгое время Солнце пребывало в аномальном затишье. За всю историю наблюдений впервые насветили исчезли все пятна. И вдруг обратный эффект. Одна аномалия сменилась другой. Серия сверхмощных вспышек сотрясли светило так, что ученые застыли в ожидании небывалого эффекта. Так называемого солнцотрясения. Что происходит с нашей звездой? Солнце готовится к взрыву? Можно говорить, что со стопроцентной вероятностью, что да, в какой-то момент времени в будущем в общем-то и Земля будет полностью сожжена с Солнцем, объективно распылена на газовую составляющую, конечно, разрастающимся Солнцем до его взрыва, задолго до его взрыва. И в конце концов перед самым взрывом размер Солнца заполнит всю известную нам площадь и объем Солнечной системы, прежде чем произойдет тот самый взрыв, который нам предрекают. Если расчеты американских ученых верны, то по поверхности светила пройдут гигантские сейсмические волны. Последствия этого эффекта для Земли можно сравнить с ядерной войной или падением гигантского астероида. Земной небосвод озарит ярчайшая вспышка, а тепловое солнечное цунами обожжет нашу атмосферу всего за каких-то 12 минут. Именно эти 12 минут станут самыми страшными в истории человечества. Ведь все, что будет происходить после, не будет иметь никакого значения. Облик Земли будет меняться, океаны начнут высыхать, леса будут догорать, и человеку ничего не останется, как спрятаться в искусственно созданных убежищах. Будущее очень мрачное. Природа дикая будет полностью выдавлена, и все будет искусственно. Большое количество домов, большое количество дорог, вот что-то в этом роде. Поэтому если сейчас человек может выйти в лес, может искупаться, может где-то прогуляться на природе, будем так говорить, то человек будущего вот этих возможностей иметь не будет. В пользу гипотезы, согласно которой Солнце буквально разрывает изнутри, говорит и другой странный факт. Посмотрите на эти уникальные кадры, сделанные Солнечной обсерваторией. Отчетливо видно, что на поверхности светила возникла гигантская трещина. Но как это объяснить? Ученые Калифорнийского технологического института попытались дать разумное объяснение этим процессам, и выяснилось невероятное. Хаус Сейд девятая планета Солнечной системы. Это ее очевидцы наблюдают на небосклоне, как второе Солнце. Притяжение этого гиганта настолько мощное, что заставляет Солнце трещать по швам. Но и это еще не все. Из-за приближения девятой планеты Солнце уже повернуло свою ось на 6 градусов. И это мгновенно отразилось на движении всех остальных планет. Планета Х, как ее окрестили исследователи, оказалась гигантским рычагом, который медленно наклоняет все объекты Солнечной системы в свою сторону. Вслед за Солнцем, которое повернулось на своей оси, на несколько градусов изменили свое движение другие планеты. Человечество очень неуютно становится. Сразу же повышается процент катастроф, сразу же повышается процент различных политических катаклизмов и человеческих, и природных. Сразу же природный и человеческий фактор начинают развиваться аномально. Все это кажется невероятным, но исследователи обнаружили пугающую закономерность. Солнце действительно поменяло свое расположение. Странным образом оно появляется все дальше на севере и видно гораздо выше на небосводе. Посмотрите хотя бы на это любительское видео. Живу я в Казахстане в Карагандинской области и хочу вам показать как сегодня светит у нас солнце. А светит оно очень необычно. Оно сегодня у нас очень яркое до такой степени, что невозможно на него смотреть больше одной-двух секунд. Оно светит у нас необычно для нашей местности, потому что у нас местность степная, а светит оно так, как будто мы находимся в горной местности. И вот кадры из Техаса и та же аномалия. 21 августа на территории США и Чукотки миллионы людей наблюдали за уникальным редким явлением полным затмением Солнца. Никто не ожидал чем это может обернуться. Оказывается веб-камера космического телескопа НАСА СОХУ заметила темную аномалию позади Земли. Гигантский круглый объект, напоминающий небесное тело сродни планете. Исследователи даже окрестили объект планеты Раху, которая в индийской мифологии появляется и затмевает Солнце и Луну. Многие очевидцы обнаружили в этом знак приближающейся беды. Ведь так называемые теневые планеты Раху и Кету, которые упоминаются в древних индийских текстах, якобы принесут Земле «Беды и горе». До недавнего времени официальная наука не относилась к этому писанию серьезно. Однако несколько лет назад выяснилось невероятное. Астрофизики открыли так называемые блуждающие планеты. Гигантские космические тела, которые путешествуют по всей Вселенной. Эти гиганты своим гравитационным полем способны воздействовать на другие космические объекты, уничтожая их. Учеными было установлено, что какие-то планеты вообще не планеты, да и вообще имеют внесистемное происхождение и когда-то были захвачены Солнечной системой, прилетев сюда извне. Правда это или неправда, ученые сами друг с другом спорят, но факт тот, что единого закона, которому подчиняются все известные небесные тела Солнечной системы, его не существует, потому что они ведут себя по-разному. Но откуда древние? могли знать о существовании космического явления, которое ученые открыли только в 21 веке, ведь Раху и Кету в переводе с санскрита означает «захватчики». И неужели появление девятой планеты может обернуться невиданной катастрофой и гибелью Земли? Наука рисует несколько вариантов развития событий, и все они катастрофичны. Согласно первому сценарию, девятая планета угодит прямо в Солнце, где изгорит дотла. Взрыв от этого удара породит огненную волну небывалой мощности. Атмосфера Земли будет сожжена, а вместе с ней сгорит и все живое. Второй сценарий описывает события не менее катастрофичные. Девятая планета нанесет свой удар по Земле, и с нашей планетой произойдет то же, что когда-то произошло с Луной, уверяют эксперты. от мощного удара Земля разлетится на части. И эти осколки станут единственным напоминанием о когда-то живом небесном теле. 4 миллиарда лет назад молоденькая еще по тем временам Земля, на Земле 4,5 миллиарда лет, даже меньше, столкнулась с телом размером примерно с Марс, после чего от нее откололась часть, которая теперь является нашим ночным светилом. Тогда вокруг Солнца летало огромное количество неупорядоченных всяких объектов, все сталкивалось везде, все крошилось. Согласно третьей версии планеты Х, своим гравитационным притяжением просто вытолкнет Землю из Солнечной системы. Это только в теории кажется невероятным. На деле даже средневековые астрономы описывали Солнечную систему как гигантский часовой механизм, в котором любое, даже малейшее изменение приведет к необратимой поломке всей системы. В природе нет ничего вечного, соответственно, любое движущееся тело, если на него воздействуют какие-то другие силы, оно, конечно, теряет энергию, соответственно, оно тормозится. Планеты движутся по кругу, соответственно, они постоянно изменяют свое направление, соответственно, скорость вращения уменьшается, значит, они постепенно все потихонечку падают на Солнце. Но, к счастью, надо сказать, что мы не успеем упасть на Солнце до того момента, когда Солнце раздуется до размеров красного гиганта и просто нас всех пожрет. И, наконец, согласно четвертому сценарию, этот гигант пройдет сквозь Солнечную систему, но своей гравитацией посеет хаос. Это изменит орбиту нашей планеты. Возникнет мгновенная климатическая катастрофа. На Земле будут бушевать гигантские штормы, проснутся вулканы, начнутся землетрясения. Если Земля поменяет свою орбиту, то есть океан фактически может перернуться в другую страну и просто залить всю сушу. Это вот такое может быть. Все то, что связано с сушей, будет происходить в виде каких-то изменений отдельных. Это могут быть и изменения тектаники какой-то, и то, что внутри Земли, ядро земельное на Земле, оно тоже будет иметь какие-то изменения и влиять на Землю. А это и изображение вулканов те же самые. То есть большие-большие катастрофы могут случиться. Более того, некоторые ученые уверяют, процесс уже начался. По всему земному шару пробуждаются вулканы. Неужели они ощутили на себе приближение гигантской планеты? А теперь информация для моих постоянных зрителей, которые 29 июня будут в городе Сочи. Дорогие сочинцы и гости этого прекрасного курортного города. 29 июня в пятницу я приглашаю вас в зимний театр на нашу с вами творческую встречу. Поговорим о том, о чем я не всегда могу говорить с экрана. Про нашу с вами жизнь и про то, как устроена жизнь простых людей за границей. Про Украину и про Сирию. А еще о том, где Стивен Хогинг предлагал искать инопланетный раз. И еще внимание, каждый из вас, дорогие мои зрители, кто стал свидетелем интересного события, необъяснимого явления или невероятного факта, сможет рассказать его в нашей передвижной студии. Самые интересные из ваших рассказов мы покажем в наших программах. Самые шокирующие гипотезы, военная тайна, территория заблуждений. Итак, 29 июня встречаемся в зимнем театре города Сочи. На этот вечер после пляжа не планируйте ничего важного. Настал момент. Неужели супервулкан Йеллоу-Стоун все-таки пробуждается? Это сразу конец Соединенным Штатам Америки, Канаде и так далее и тому подобное. Он летит к нам, когда астероид нанесет свой удар и есть ли шанс на спасение? Представляете, когда несколько тысяч, даже миллионов хиросим в такой атаке, да, по силе воздействия, то что останется от бедной матушки Земли? Шокирующий прогноз швейцарских ученых. Экстремальные землетрясения с крупными извержениями вулканов происходят каждые 500 лет. Такие землетрясения способны опустошить огромные территории в одно мгновение. Близлежащие города от эпицентра взрыва могут быть уничтожены. Так вот, сейчас наступило время очередного взрыва. И в это легко вериться, глядя на эти кадры. Посмотрите, в сентябре 2017 года на острове Бали начал пробуждаться вулкан Агонг. В это время в Индонезии дал знать о себе другой вулкан Синабонг. Клубы пепла поднялись на высоту 2,5 километра. Из близ лежащих районов были эвакуированы тысячи жителей. Этот вулкан считается самым активным из всех 130 индонезийских. Ранее на Камчатке проснулся вулкан Камбальный, молчавший более 200 лет. Затем пробудился вулкан Безымянный. Вслед за другим, Ключевским, он выбросил столб пепла на высоту до 8 километров над уровнем моря. Сейсмологи тогда зафиксировали десятки подземных землетрясений на Камчатке. В феврале 2017 года на Сицилии проснулся вулкан Этма. Тогда же Всемирная Метеорологическая Организация выступила с шокирующим заявлением. Ученые открыто пообещали землянам климатический ад в конце 2017 года. По данным специалистов, череда аномальных и экстремальных погодных событий катастрофически возрастет. И готовиться нужно к самому лучшему. Температура станет высокой, атмосферные явления будут меняться, причем стремительно меняться, и они будут меняться в сторону неприспособленности для жизни на Земле. И чтобы такая ситуация не застала земную цивилизацию врасплох, надо осваивать другие планеты, пригодные для жизни. Вот это единственный выход для современного человечества. Более того, в настоящее время в мире насчитывается около 20 супервулканов. Одним из самых опасных признан вулкан Йеллоустон на северо-западе США. О грядущем суперизвержении ученые говорят на протяжении нескольких лет. Однако только сейчас стало ясно, что катастрофы не миновать. Ведь за последние два месяца сейсмологи зафиксировали в районе супервулкана около полутора тысяч землетрясений. Все это говорит о том, что Йеллоустон постепенно пробуждается ото сна. Если Йеллоустонский вулкан начнет извергаться, он когда-нибудь начнет извергаться, то это приведет практически к уничтожению всего того, что находится в Северной Америке, то есть это сразу конец Соединенным Штатам Америке, Канаде и так далее. Согласно исследованиям американских ученых, его извержение не только приведет к поражению всего живого в радиусе до 150 километров, но и обернется настоящей ядерной зимой. Планета будет окутана пылью и газом. Близлежащие штаты покроются вулканическим пеплом толщиной в 90 сантиметров. Все это приведет к катастрофическому понижению температуры, гибели урожая и массовому голоду. Опасность супервулканов. Вот это действительно реальная опасность, которая может угрожать человечеству в ближайшие десятилетия. Кальдер Йолостомского супервулкана имеет площадь примерно 900 квадратных километров. Это размер примерно старой Москвы. Вот теперь представьте, что вот такая наша Москва в пределах Ханкада это дыра, из которой идет поток магмы, который извергается просто вулканически. Но даже если этому сценарию не суждено сбыться в ближайшее время, расслабляться все равно рано. Ведь ученые всерьез опасаются другой угрозы. И она намного страшнее, чем извержение супервулкана. К земле несется астероид-убийца со скоростью свыше 100 тысяч километров в час, который уничтожит все живое. Такой шокирующий прогноз дали ученые НАСА. Они заявили о смертельной угрозе для всего человечества, которую несет гигантское небесное тело Бенну. По расчетам специалистов астероид превышает массу Апофиса. Падение Бенну вызовет огненную бурю из раскаленных частиц земной породы, которая разогреет атмосферу до 1500 градусов по Цельсию. Это можно сравнить с падением ядерных бомб через каждые 7 километров земной поверхности. Если астероид угодит в океан, то ударная сила породит гигантское цунами высотой свыше 200 метров. Тысячи людей, живущих в прибрежной зоне, окажутся в ловушке и будут погребены заживо волной убийцей. Океан закипит. Землю охватит землетрясение невиданной силы. Проснутся вулканы, тонны пепла поднимутся ввысь, и мир окажется во мраке. Такой сценарий рисуют ученые. Все это произойдет с землей, если Бенну не изменит свою траекторию. Представляете, когда несколько тысяч, даже миллионов хиросим в такой атаке, да, по силе воздействия, то что останется от бедной матушки земли, что останется от того района, куда направлена астероидная атака? Да ничего, даже может быть и пыли не останется от такого массированного, сфокусированного удара. Чтобы понять, насколько реальна угроза, достаточно посмотреть вот на эти кадры. Это запись запуска учеными ракеты к астероиду убийцы Бенну. Три, два, один. Впервые специалисты запустили ракету и космический корабль навстречу астероиду. Оба должны приблизиться к Бенну в 2018 году, чтобы взять образцы грунта. Быть может, образцы астероидной породы помогут понять ученым, как отразить космическую угрозу. Эти сценарии с одной стороны реальны, с другой стороны нереальны, потому что, например, то, что показано в фильме «Армагеддон», когда американские астронавты ядерным зарядом взрывают такой вот крупный астероид достаточно, но посчитано, что у нас не хватит нашего ядерного арсенала для того, чтобы разрушить крупный астероид. Такой-то ядерный заряд для такой каменюки, которая может грозить человечеству, это, к Земле приблизится другой опасный астероид 2012 ТС-4. Астроном Джуди Трис утверждает, что диаметр астероида достигает 40 километров. Для сравнения, диаметр Челябинского метеорита всего 60 метров. Последствия падения астероида могут быть совершенно различными, непредсказуемыми, но вы, наверное, знаете прекрасно об истории Атлантиды, да, по одной из гипотез она погибла из-за астероидного дождя, когда астероиды атаковали Землю, и погибла целая цивилизация, как будто бы ее и не существовало вовсе в природе. Цивилизация достаточно высокоразвитая цивилизация, у которой были свои технологии, технологии для того времени передовые, она вдруг перестала существовать в один день. Но жуткое даже не столько в размере астероида, сколько в самой его природе. Ведь астрофизики всерьез опасаются, что этот астероид несет в себе радиоактивные частицы. Такое предположение недавно выдвинули астрофизики университета Бирмингема в Великобритании. Их исследования показали, появление человека на Земле могло быть спровоцировано космической бомбардировкой планеты астероидами. Согласно их гипотезе, 470 миллионов лет тому назад находившееся между Марсом и Юпитером гигантское космическое тело распалось на куски. И эти осколки в течение 10 миллионов лет падали на нашу планету. В результате такого космического камнепада ускорилась биологическая эволюция и появились новые формы живых существ, уверяют ученые, в том числе и человек. Можно объяснить образование каких-то сложных соединений путем химических процессов, электромагнитного излучения, термических процессов, бомбардировки и принесения панспермии чего-то извне путем небесных объектов. Можно пытаться найти тысяча одно объяснение, почему это мутировало так, но почему этот фактор закрепился, стал доминирующим, стал развиваться, не может объяснить никто. И вот теперь нечто подобное может ожидать Землю снова. После падения на Землю астероида образуется мертвая выжженная зона, которую вскоре вновь заселят уцелевшие живые организмы. Через пару десятков лет в точке катастрофы вновь будут обитать живые существа. С одним лишь но. Радиоактивное излучение, возникшее после падения астероида спровоцирует волну мутаций. Ученые не отрицают. При резком изменении условий существования естественный отбор сыграет свою роль. И в этом случае мутанты выживут. В результате возникнет новый вид, который будет иметь мало общего с живыми организмами Земли, известными нам. Это тоже глобальные изменения, которые могут повлечь с собой гибель человечества, по крайней мере, гибель нашей цивилизации. Человек, конечно, останется где-то, когда-то он повторит свой цивилизационный путь, но это уже будет другая цивилизация. Невероятно, но в 2017 году ученые провели анализ космических рисков и пришли к шокирующему выводу. Более 20 смертельных сценариев космос приготовил нашей планете. Жуткое в том, что 12 из них настолько реальны, что могут с большой вероятностью произойти как в ближайшие 10 лет, так и в следующую секунду. Ведь как бы далеко вперед не ушла современная наука, Вселенная для астрофизиков все еще белый лист. И, быть может, для кого-то будет настоящим открытием тот факт, что современные системы свежения за небесными объектами настолько несовершенны, что в большинстве случаев не позволяют на 100% вовремя предугадать внеземную угрозу. При этом, по официальным данным, в сутки на Землю падает около 5 тонн метеоритов. И что, если один из таких ударов окажется смертельным? А на сегодня шокирующей гипотез больше нет. Надеюсь, вам было интересно. А если кое-что из того, что мы сегодня рассказали, вам показалось чересчур радикальным, не обижайтесь. У нас не было задачи ввести вас в заблуждение. Мы лишь хотели показать все великое многообразие подходов к истинам, которые сегодня считаются незабываемыми. До встречи в программе «Самые шокирующие гипотезы». Каждый день с понедельника по пятницу, как всегда, в 18.00. «Самые шокирующие» «Самые шокирующие» «Самые шокирующие» Редактор субтитров А.Семкин